... ... ... ... ... ... Садитесь сразу, помолимся пока стоим. Алиночка, вставай. Господи, все вместе, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Так, мы продолжаем с вами дальше идти по темам книг истинного православия, где собрано очень много материала, и вот мы с вами какие материалы прошли, кто помнит, темы, а милости мы прошли на прошлом уроке, а до этого правильный министер сказал, а лжи, а лжи самое главное, что мы должны запомнить, вот в двух словах. Лгать нельзя, и если правду не можешь говорить, все равно лгать нельзя, да? Лгать нельзя никогда. Можно помолчать, можно сказать правду. Да, либо ты говоришь правду, либо молчишь, но ни правду, ни при каких обстоятельствах ты не говоришь. И мы это все показали местами Святого Писания. Тот, кто лжет, что должен запомнить? Кликерия. Ложь от дьявола. Вся, всякая ложь от дьявола, да? Все это от дьявола. Запомните, никаких понятий солгать во спасение, там, ради чего-то, можно обмануть. Нет. Ради добра и какого-то соврать или еще чего-то, выгоды. Этого ничего делать нельзя. Библия строго запрещает какую-либо ложь. О милостыне. Что тоже самое главное? Когда милостыню делаешь, творишь добро. Во-первых, мы прочитаем много мест, как это важно для христианина, да? Для верующего человека из Ветхого, из Нового Завета. И что о милостыне? Что в милостыне нужно быть рассудительным. Понятно? Рассудительным. Это не значит, что направо-налево, продай свое умение, отдай там пьяницам, они его пропьют, да? Или еще кому-то. Нужно очень с рассуждением подходить, что кому. И милостыне это не только деньги. Это мы с вами перечисляли, что это, да? И сегодня у нас тема следующая. Будет о бороде. У нас вот есть три брата. У Вани, вот какая шевелюра на голове растет. Когда пострибешься? Сегодня. Сегодня? Вот. И скоро шевелюра начнет расти уже? На подбородке. Она сначала начнет отсюда. Вот, а раз уже подготовился, уже информацию собрал. Она вот отсюда начнет расти. Потом куда? Потом она вот так будет смеяться. Вот сюда. К пескам. Вот тут начнет. А потом она вот тут будет. Подождите, тише. А усы когда? Вот тут. У некоторых школах заканчивают уже маленькие усики. У него есть уже. Уже начинают проклевываться. Это же замечательно. Это отличает мужчину от женщины прежде всего. Потому что мужчина взрослеет. И это так и должно быть. Вот странно, да, когда у женщины усы растут. А когда у мужчины растут, это не странно. Это естественно, это нормально. Так, создан мужчина. А если мужчина не будет расти усов? Вот если они растут, вот тут уже плохо. Но у них только долго не растут, потом все равно растут. Все, все, молчи. А у нас есть усы. Да, есть усы. У мужчин у всех растут усы. Просто одни их бреют. И мы сейчас почитаем, хорошо ли они делают. А другие отращивают. Мое. Мое. Что говорит Василий Великий. Прежние благочестивые христиане, беспрекословно верившие в авторитет священно-церковного учения, выраженного в священных книгах, для признания греховности или святости кого-то, какого-то обычая, довольствовались тем, как такой обычай признавался в святоотеческих книгах. И, например, брадобритие в этих книгах признается греховным делом. Брадобритие, я думаю, всем понятно, что такое. Городу брить. Из двух слов состоит сложное сочиненное слово. Брадобритие, то есть брить бороду. Брода. На броде говорит. Борода. Брадобритие. Ну, сокращенно от книги. Ну, можно сказать, бородобритие. Тогда понятно? Бродобритие. Так. Что я хотела? Вот здесь. Мы все подряд не в тень прочитать, поэтому я вам такие вот основные места, то, что у нас занятие позволяет по времени. Вот вы видели, например, что некоторые уже такие измененные христианские учения, еретические учения, они подразумевают, что они все какие? Они все бритые, правильно? Они все бритые. И это сравнивается, что они становятся какими? Женоподобными их называют. Они подобные женщине. Они гладенькие. Они вот чуть маленько отрастет, опять скорее убирают все, чтобы быть гладенькими, как женоподобными. То есть стараются быть какими? Женщины. Молодыми. Говорят, ну что ты, тебе 20 лет, а ты бороду отрастил, вот у нас там вот есть. Что ты как дед сразу? Как дед старый. То есть, что борода, это ассоциация только со стариком, которому уже неохота бриться, и он там бородой зарос уже все. Что если борода, значит дед. Это вот так вот в миру. Когда хотят оскорбить, да, бородатого, если молодого. Потому что хотят что? Вечную жизнь не верят и хотят быть здесь всегда молодыми. Молодые не умрем. Про смерть говорить нельзя. Мы с вами эту тему разбирали. Все. Даже не говори, не упоминая смерть. Ты что, зачем говоришь? Еще накликаешь беду, да, там. Никто не умирает, все, не будем ни болеть, ничего. Все молодые, юные, вечно радостные и так далее. Мой папа почти каждый день болотостый. Да, папа у тебя, потому что в церковь не ходит, неверующий, да, мама его никак убедить не может. Вот он бреется. Потому что они признают только жизнь земную, отрицают все духовное и загробное бытие. Им что, нужно только веселиться, радоваться, жить здесь молодыми и юными. Языческий античный мир сменить, который Божьим промыслом призвано было христианам. Идеалом красоты полагал молодость и юношескую свежесть. Поэтому они и стремились к тому, чтобы быть молоденькими и юными. А как у нас обозначается, что в христианском понимании получают уже преобладание типы старческие, возмужалые, имеющие бороду, как признак степенности и опыта. То есть вот растет мужчина, растет борода. Сначала маленькая, жиденькая, какие-то усики проклюнутся. Но то, что, допустим, у Ивана вырастет борода, это значит, что он становится взрослей, степенней, опытнее. А как степенней? Степенней? Более сдержанной. Более уже ко всему подходит с разумением. А не просто так быстрее, ну, как ребенок, ему все быстрее, веселей, как попало, а уже степенно, обдуманно, спокойно. В христианской церкви существует догмат о почитании святых. Вот если... Догмат, закон такой. Вот если язычники, они как своих, даже идолов изображали, да, они все были бритые. Вот языческие разные боги, они все бритые, они все молодые, они все юные. Варвара, слушай. Не читай, слушай. Читайте, иди в детскую читай, маме, мама будет. Потому что мама слушает, а ты читаешь. Здесь я читаю, понятно? А ты только картинки смотри. Они их изображали безбородыми, женоподобными. То христиане, какими рисуют? Посмотрите, вот. Это кто у нас изображен? Нет, ну вот Иисус, да. А святой кто? Святой Николай, Николай, чудотворец. Или вот у нас здесь кто? Кирилл и Мефодий. Вот это тоже Христос. Как изображаются святые? Посмотрите на всех. С бородками. С бородами. Это люди, которые реально жили. И художник не придумывает им образ. Вот он реально жил, у него была белая и достаточно такая короткая борода. А если изображают, смотрите, Мефодия, посмотрите, у него седая, длинная, белая борода. У нас даже вот в общем ни у кого такого нет. Представляете, вот досюда борода, вот у кого она здесь в общем? Ни у кого такой? Досюда? Нет. Вот он придет сегодня, посмотришь, какая у него. Не у всех такая может вырасти борода, потому что, ну это дано, вот как у одних вот такая, и по форме разные. Только у жителей большие бороды? У разных людей могут быть большие бороды. Она растет, потом дальше выпадывает, дальше уже и не растет. Вот у одних вот здесь вот краница, у других здесь, у кого-то только вот такая может вырасти, дальше никак. И что? Мы почитаем святых, и мы своих, у нас из святых изображают как? На иконах. А иконы для нас это образ, это пример, да? Это не значит, что за иконкой спрятался Николай Чудотворец, и мы туда молимся. Николай Чудотворец где? На небе. На небе. И эти святые все на небе. Для нас икона, она помощь, как образ, на который мы смотрим, потому что мы почитаем святых. Эти лица не выдуманы, а действительно существующие люди, которые жили на земле. Их запомнили, были у них родственники, знакомые, запомнили, как они выглядели, и когда их церковь канонизировала, их изображали приближенно к тому, какие они были на самом деле, как они выглядели. Дальше здесь очень много мест описывается, где встречается описание бороды. Например, у Георгии Хазевит сказано в его «Житей святых» «В монастырь не принимали, в монастырь не принимали, пока не вырастет борода». То есть молодых, юных, которые еще не понимают, какой они выбор делают, их не брали в монастырь. Нет, вот он вырастет, вырастет и передумает. Очень много так бывает. Я хочу быть монахом. Что значит монахом? Это жить, это молиться, это трудиться, это очень много молиться. Они не женятся, они не могут в семью свою вернуться. То есть они себя посвящают полностью Богу. И некоторые, я буду монахом, все. А потом подросток, а я хочу жениться. А нельзя. А нельзя, раз ты стал монахом, назад пути нету. Поэтому, чтобы принимали это решение осознанно, должен вырасти и принять осознанное решение, а не юным мальчикам. То есть, а борода – это как признак того, что ты уже стал взрослым, степенным, и примешь правильное решение, и уже не передумаешь. Поэтому ждали, когда вырастет настоящая борода. И что там только дяденьки были? Вот, например, сказано, Герман Патриарх был стар, борода редкая. А девушка тогда была? Святой. Потом Евфимий, борода до лядвия. Лядвия – это бедра или что? Надежда Васильевна, лядвия – это бедра? Представляете, борода вот отсюда. Представляете, лядвия. Петр Афонский – борода до колен, а Макарий Египетский – в описании Макария Египетского – борода до земли. Представляете, такого я еще ни разу не слышу, борода до земли. То есть, вот такие длинные бороды. А почему такой акцент на бороды? Что они все были бородатые, они все были наши святые, которые учения нам свое оставили, святоотеческое. И те, у кого мы почитаем, жития святых, они все были с бородами. Всегда христиане подражали не только делам святых, но и их внешнему образу. Борода же считалась как признак того образа Божия, по подобию которого был создан, святым, но и в их облике. Борода же считалась как признак того образа Божия, по подобию которого создан был мужчина. если кто городу бри и приставился так, приставился, что такое приставился? То есть, умер, говорит. Все, приставилась, да? То есть, умерла. Не достоин над ним служить ни сорокаустия, по нем не петь, ни просворы, ни свечи, по нем церковь приносить с неверным, вот, да, причтеться, с неверными от еретиков этому Новыкоша. Глава сороковая из предания греческого царя Константина Ковалина. То есть, я сейчас поясняю, что если человек умер, но бороды не носил, ну, мужчина здесь имеется в виду, бороды не носил, то по нему не служить ни сорокаустия, ну, это как-то все. Это читают псамы после смерти о нем. То есть, оказывается ракауст в церковь и сам о нем молятся, в церкви молятся за этого человека. То есть, за этого человека в церкви не молиться, а? Литургия каждый день по вспоминаниям ракаута. Да, то есть, на литургии вспоминают этого человека, который умер. И по нем не петь, просворы не подавать, свечи о нем в церковь не приносить, то есть, и причесть его, то есть, записать его в неверные. А он верующий был, он же о Боге говорил, ну, и что, что говорил, бороду не носил. Вот такое, представляете, строгое правило. Был без бороды, все, отнесись к неверным, даже если, вроде как, он там у верующих был. А бороды не было. Осипов Алексеевича. Может, его не выросло? Неверный. Может, его просто не выросло? Ну, если, может, не выросло, это другое дело, это бы знали. А так, если он ее брел до самой смерти и умер, а у него даже и бороды нету, то все, его, пожалуйста, к неверным и критикам приписать. Он как еретик. То есть, отклонялся от настоящего христианского учения. Представляете? Что же о пострижении бород ваших не писали в законе? Не постригайте бород ваших. Без бороды красиво женам, мужчинам не подобает так. Создавший Бог, судить. Сказал Моисею, не порти края бороды. Написано в Ветхом Завете в книге Левит, 19 глава, 27 стих. Не порти края бороды. Вы же, сие творящие человеческого ради угождения, противны закону. То есть, тот, кто бороду стрижет, Богу, он противен. Закону Божию, он противен. Людям он приятен. Правильно? Он приятный. Ненавидимы будете, создавшим у вас по образу своему. Представляете? То есть, Бог будет таких ненавидеть. Он создал мужчину бородой, а мужчина ее скоблит каждый день. И если кто хочет угодить Богу, то отступиши от такого зла. Это написано в толковании правила 96-го, 6-го Вселенского собора о пострижении бороды. То есть, это Вселенский собор. А что такое Вселенский собор? Это не один человек. Это вот сейчас я читаю. Это не Игнатий Тихныч выдумал. Игнатий Тихныч просто взял из разных книг, нашел всю информацию по бороде и сюда записал. Это не он придумал. Это 6-й Вселенский собор. Можете найти и почитать. Там 96-е правило. А это толкование на это правило. А почему нельзя пристрелять бороду, если она уже слишком большая и под ногами мешается? Ну, это была у одного только такая борода. У других такие длинные не вырастают. Так что не... Нет. У него же не слабиратная борода. В качестве шарпа. Такая борода, какая выросла, такая она и есть. Все. Ты сейчас только что слышала закон Божий. Не порти края бороды твоей. Тут не спрашиваться. Длинный, короткий. Не порти. Все. Господь повелел. Ты должен наиспомнить. Длинная такая борода, которая была. Вот. Мы прочитали в одного. Ефимия. Ой. Петра, Афон. Нет. Макарий египетский до земли. Все. Ну, а он ее не стриг. Она ему, значит, и не мешала. Ну, так в сторонку. Говорят, как шарфик. Да, тут все. Прикрой длинное. Ну, мы же не знаем, как там она была. Может, она тонюсенькая. Одна волосинка только такого была. А самая большая – все только сверху. Отрицательное отношение к бороде – это злое бычье католиков и безбожников. Достигало высшей степени в так называемое смутное время в России. Когда латиняне перед глазами русских оскорбляли бороду, что досели русские, привыкались считать неприкосновенным бороду и святым, латиняне смеялись над нашей верою, жизнью и нравами русских обычай. Поэтому было наложено проклятие на бродобритие. То есть даже проклинали, да, всех бродобритих, тех, кто бороду вред. Сорока уста не вредили. Да, и сорока уста не вредили. Бродобритие есть обычай еретический, богомерзкий. И потому истинный христианам надлежит хранить себя от этой мерзости, чтобы через преступления заповеди Божьей и святоотеческих преданий не лишиться нам вечного и нескончаемого блаженства будущей загробной жизни. Ибо Господь скажет доброму рабу и деятельному своему служителю, добрый раб в малом был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина своего. Лука 19, 17. А вот в Ветхом Завете есть абораде, Гликерия. Слушай. Что ей надо? Выясните, чтобы она замолчала. Что? Пить захотела. Пойду сверху и напьюсь. Ага, я буду. Так, служба закончится, и мы попьем. Хорошо? Мы все вместе водичку попьем. Договорились? Все, теперь слушай. Собирайся. Ты будешь молчать? Она ее отвлекает и без конца. Ты будешь молчать? Все, ни одного звука. Пусть сидит. Только ни одного звука. Не цепляйся, сиди спокойненько. Как ты сидела, ладно? Все, слушаем. В ином месте мы читаем. Взял оно слуг Давидовых. То есть были слуги Давида, царя Давида, знаете, да? Царь Давид, псалмопевец. Он был кем? Ну, если так сказать, пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушкой. Кого? Христа, да? Из рода Давидова произошел Христос. И вот царь Давид был, ну как, любим Господом. Почему? Потому что он был безгрешный или почему? Потому что он каялся в своих грехах, если даже согрешал. Он был угоден Господу. И даже, по-моему, есть такое место, где Бог называет его... Нашел я друга по сердцу своему. А именно о Давиде, больше ни о ком не сказано в Библии, чтобы Господь назвал другом. А Давида Господь называет в Священном Писании другом, представляете? И вот это царь Давид, псалмоперец, помните? Который был пастушком, гуляк убил. А потом Господь его поставил царем. Он был помазан на царство после Саула. Саул не оправдал надежды, как царь, а поставил Давида. Так Господь сделал, что Давид к царству пришел. Простой пастушок. Он не был сыном царя, а стал царем. И вот у Давида были слуги. И они попали в плен к Анону, слуги Давидовы. Ну, слуги, это скорее всего войны были, да, наверное? И вот они попали к нему в плен. И Анон, чтобы как-то так насолить, да, серьезно Давиду, он что сделал со слугами Давидовыми? Убил. Не убил. Убить это было даже, может быть, за честь погибнуть, да? Умерли там за царство. В клетку посадил. Не в клетку посадил. Мы про бороду сейчас тему разбираем. Кто знает, что... А мы не бороду отрезали. Бороду подрезали, да. Еще какие версии? Швалосты. Ну, мы же про бороду. А он что сделал? Какое бесчестье сотворил с ними? Он ему отрезал половину бороды. Ну, мы так думаем, наверное, вот так половину с одной стороны отрезал, а с одной оставил, наверное, да? Или вот так половину, как думаете? Или вот так? Я думала, вот так. Почему-то мне кажется, чтобы было уж совсем им стыдно. Вот одну правую, например, сторону или левую отрезал, а вторую, так вроде как подровнял, да? И, может, и непонятно. А вот когда половину взяли и вот там топорами сбрели, да, вот срезали ножами. Ну, чтобы вот прям соскоблить, чтобы половины не было. А половина есть. Вот это вот точно стыдоба будет, да? Вот я почему-то так думаю. Здесь не написано, какую половину. Но он обрил каждому из них половину бороды и обрезал одежды их наполовину до чресла. Где чресла? Что такое чресла? Вот это? Пояс. А? Чресла, да, вот эти места. Вот, чресла, на них, говорит, пояс одеваем на чресла. Он вот так вот все это срезал? Вот эти вот крылья подвздошные кости вот тут торчат. А вот это вот все срезал? И одежду с одной стороны тоже отрезал. Ну, а не помните, в каких таких балахонах там ходили? Да чресла, мам. Либо это не срезали, либо... Нет, ну, я думаю, что снизу до чресла взяла, отрезала. А я тут... И половину бороды, и половину одежды. Так, и отпустил их. Все, идите. Ну, а они куда пойдут-то? Где их царь, где их государство, где их семьи, где их работа? Они же слуги. И что, когда донесли об этом Давиду? То есть они еще не пришли, а уже разведка донесла Давиду об этом. То он послал к ним навстречу других слуг. Так, как они были очень обесчищены. Как ты обесчищены? То есть чести лишились. Честь. Говорят, чести достоинства. Вот у человека есть честь и достоинство. Судятся. Ах, ты меня оскорбил, ты унизил мою честь и достоинство, да, по покушению. То есть все. Самое сильное какое унижение можно было принести вот через это. Достоинство очень обесчищены. И велел царь сказать им, оставайтесь в Ирихоне, городе проклятия, пока не отрастут бороды ваши, и тогда возвращайтесь. Одежду они могли тут же взять и переодеться, правильно? Да. Все. Городу тут же не возьмешь и не приклеишь. Все, ее там отрезали, убрали. И он им запретил приходить в Иерусалим. Это же будет страшно. В Иерусалим это самый был главный и есть город у евреев, правильно? Народ божий. И нечестивым, обесчищенным, что настолько они были скверные, он им даже не разрешил возвращаться к семьям своим, к женам, детям, домой, на службу вернуться. Даже что он их не видел, тогда не было возможности прийти, сфотографировать на телефон. Вот они какая. Он только услышал, что они, чтобы никто даже их не видел. Оставайтесь там, в другом городе, который внизу находился, город проклятия, Ирихон. Живите там, пока не отрастут бороды. Вот отрастут бороды, имейте право зайти в этот город Иерусалим. Даже в городе быть таким нельзя было, представляете? А что бы было, если бы бритые ходили по улицам? Да даже заходить в город нельзя было. Иди вон, и не приближайся. Сколько она будет отрастать, чтобы она одинаковая стала? Мы не знаем. За неделю точно не отрастет. А если город больший, настоящий, так может быть несколько месяцев придется ждать, может быть полгода. Тоже не знаю, у всех по-разному. Нет, у всю жизнь нет. Но это мне страшно. Тут будут царстики, тут будут растики. Вот был такой случай с вашим папой. Мама у него, бабуиру, помните? А ей сильно не нравилось, что дядя Андрей с бородой, что она у него такая некрасивая, клаками какая-то там все, рыжая. Она ему, он там спал крепко. Он у вас иногда бывает, что очень крепко спит. А плюс глухой, не слышит ничего. Она ему повредила городу. Как? Ну, что-то то ли отрезала, она, наверное, на этой стороне спала, а где она была, она решила ему подровнять. Так вот, боком уму ее и срезала. И тоже. Я не помню, по-моему, кто помнит. По-моему, уму тоже Игнатий Иванович сказал, пока она не сравняется, даже в церковь не ходи с такой бородой. Или с соглашенными постой. Не причащаться даже. Вот, по-моему, с соглашенными он должен был. А я как с соглашенными? С соглашенными, это те, которые не присутствуют на литургии. Потом, ты не знаешь, что ли? Тут кулитургию. Тут кулитургию. Тут кулитургию. Тут кулитургию. Ой, все, потом мы тему эту посвятим. Ты уже забыла, мы это изучали. Литургии это положено. Учат. Учат. Те, которые соглашенные, либо те, которые отлученные от церкви за грехи большие. Потом мы это разберем. Давайте закончим, а то у нас времени мало. Значит, они были очень обесчищены. И по Писанию обесчищенными считаются кто? Вот кто взрослый понимает, что можно обесчистить девицу, да? Девица без чести. Молодая девушка, если она без чести, это просто обесчищена. Это очень плохо. Это позор всей семье. Но если отрезали, вот как здесь, бороду, то в Библии написано, очень обесчищены. То есть борода превосходит даже то, что честь девушки. Представляете, насколько важно оказывается какой-то просто волосы, которые отросли, да, на лице. То есть это большое-большое значение имеет. И это не, опять же говорю, не дядя Игнатий придумал. И даже не новый завет. Это в ветхом завете написано. Это в ветхом завете написано, который мы читаем. «Не стригите головы вашей кругом и не портите края бороды твоей». Левит 19, 27. «Как хорошо и как приятно жить, братья, вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду Ааронову, стекающий на края одежды его». Целом 132. Так, и еще. «Может, я дальше была с этими войнами?» «Сейчас попадешь». «Может, там умрут». «Ну почему умрут? Это же город, там тоже жили евреи. Не все же евреи в одном Иерусалиме жили. Это была страна. И один из городов, который был недалеко от Иерусалима. «Рот закрывает, а ты позеваешь?» «Там жил, там жили тоже люди. И, ну, Давид запретил им именно в Иерусалим приходить. Иерусалим, когда позеваем, руки закрываем». Сколько раз уже говорили. И в России, вот в России, всегда носили бороду. И если человек, у которого нет бороды, или вот даже она не растет, или вот что-то по какой-то причине, или он ее брил. Вот с таким человеком даже не имели дело. Например, нужно сделку заключить. Там, ты мне пшеницу, а я тебе там гречку, да, обмен какой-то совершить. Крестьяне между собой даже вот раньше. И они даже боялись, если безбородый хозяин, даже с ним каких-то сделок, какие-то обмены, даже торговые дела не образовывали, потому что к нему относились как к какому-то нечестивцу. У него даже бороды нету. То есть даже старались с ними никаких сделок не иметь. То есть такое пренебрежительное отношение было к мужчинам, которые не носят бороды. Если юноша подрастал, а борода у него не росла, уже вся семья была вот просто... Да что ж такое, даже борода не растет. Как позор, как стыд какой-то. Все. Пойдемте, запели уже. Запомнили про бороду, братья? Сознавал. Один. Эх, ты самый маленький, Маша. Ты самый последний, забывай все. Тихо, тихо. Тихо, Тарасиня. Вот, на кого. Я, ты, 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 ты. Я, ты, 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 ты. Сыновым зданием хотеть я сайтал, Чечет и милость им Господь, Долго терпелимый многомилостив, Не до конца прогневается, Не живет прождует, не по беззаконним нашим сотворил и знал, не живет по грехам нашим воздал и знал. Я, как в ручке и небесне от земли, укрепил я с Господь милость свою на боящихся Его. Велика, стоят в остатке от запад, удаляется от нас беззаконие наше. Я, выжищенец эти сыны, ущедри Господь, боящихся Его. Я, как вопознат создание наше, поминуй, я, как весь есть мы, человек. Я, как в травотнику, я, как в свете лета, как в свете, я, как в противном имени будет, и не познает тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его. И правда Его на сыне, сынок, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творить, и я, Господь. Благословите Господа все ангелы Его, сильной крепостью творящие Слово Его, услышите глаз славести Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычество Его, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Благословите Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое Его, благословите Господи. Господи Иисусе Христе, Сыне Боле, помилуй нас. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.